Создание аппарата Который мог бы взлетать вертикально Человечество задумывалось еще в древние времена В Китае примерно в 5 веке до нашей эры Придумали новую игрушку Прикрепили к палочке перья То есть создали своего рода винт К концу палки крепились перья с 4 сторон И создавался винт То есть при раскручивании палочки Создавалась тяга И данный аппарат взлетал Как и современные вертолеты Здравствуйте, меня зовут Евгений Это проект Проистория И сегодня мы поговорим о создании вертолетов Черчежи подобных аппаратов создавались и позже Например, в эпоху возрождения и новое время Любопытно, что многие приписывают изобретение вертолета Леонардо да Винчи Но это ошибка Леонардо действительно выполнял черчежи Некоего летательного аппарата Аппарат этот никогда не был построен А исследователи наследия да Винчи До сих пор спорят о том Каким образом Нарисованный великим мыслителем аппарат Мог бы оторваться от земли Сейчас бытует мнение Что машину Леонардо Никак нельзя считать вертолетом К слову, рисунки да Винчи Были обнаружены намного позднее его смерти Вертолет, который приводится в движение мускульной силой человека Нечто подобное есть в чертежах Леонардо да Винчи Но до сих пор не существовало на практике В 1980 году Американская вертолетная ассоциация Объявила награду в 10 тысяч долларов Тому, кто поднимет в воздух летательный аппарат С помощью энергии, аккумулируемой человеком С годами сумма вознаграждения существенно возросла Получив название премия Сикорски В течение 33 лет изобретателями со всего света Было сделано немало попыток решить эту амбициозную задачу Но лишь на днях команде из Торонто Удалось выполнить все условия конкурса Весьма необычный летательный аппарат Названный конструкторами Атлас Поднялся на высоту примерно 3 метра И продержался в воздухе 64 секунды Этого оказалось достаточно для того, чтобы выиграть конкурс Однако канадским авиаторам пришлось ждать формального подтверждения того Что их детище и технические характеристики полета Соответствуют всем необходимым критериям Лишь сегодня, спустя месяц после того, как Атлас поднялся в воздух Конструкторы официально получили премию Сикорски Михаил Ломоносов также пытался создать летательный аппарат И он не знал о трудах Леонардо да Винчи И разрабатывал свой проект Опираясь исключительно на собственные знания и опыт Идея Ломоносова заключалась в том, чтобы построить машину Которая взлетала бы вертикально И приводилась бы в движение двумя винтами Проект, к сожалению, так и не был доведен до ума Ломоносов на самом деле не работал над летательным Над пилотируемым летательным аппаратом Он разрабатывал летательный аппарат Задача которого была изучение атмосферы То есть метеорологический такой зонд Который мог бы взлетать Точнее бы, ну да, он бы мог взлетать Если бы Ломоносов довел свое дело до конца Еще дальше продвинулся французский инженер Пантон де Аммекур Он работал над проектом машины Который мог бы управлять человек изнутри Такой агрегат должны были приводить в действие два винта Изобретатели, работавшие в середине 19 века Подошел очень близко к цели И именно его труды легли в основу будущих успешных разработок Первый в истории успешный вертикальный полет Совершили братья Луи и Жак Бреге А также работавшие с ними Шарль Рише К слову, полет этот не был пилотируемым А сам аппарат поднялся в воздух на привязи Тем не менее, именно 24 августа 1907 года Можно считать днем рождения вертолета Машина братья Бреге весила более 500 килограмм И была оснащена двумя двигателями и четырьмя широкими винтами Аппарат оторвался от земли на полметра И пробыл в воздухе около минуты Одновременно с ними над проектом вертолета Работал их соотечественник Поль Корню Ему суждено было стать первым пилотом вертикально взлетевшего аппарата Свой полет Корню совершил 13 ноября 1907 года Он пробыл в воздухе 20 секунд А высота полета составила 52 сантиметра Идея пилотируемого полета прижилась И именно в этом направлении стали работать исследователи французских первопроходцев Еще один прорыв произошел в 1911 году Причем прорыв этот осуществил наш соотечественник Борис Юриев Он создал черчеж автомата перекоса Механизма для управления винтом вертолета Черчеж одновинтового самолета с рулевым винтом был опубликован Механизм, который разработал Юриев До сих пор используется в большинстве современных вертолетов В начале 20 века планета пережила авиабум С популярностью самолетов вертолету тягаться было сложно Самолеты уже вовсю бы разделили небесные просторы А вот вертолеты существовали только на бумаге Многие проекты создания вертолетов просто не получали необходимой им финансовой поддержки В 1922 году очень повезло механику Георгию Батезату Русскому иммигранту, который проживал в Соединенных Штатах Америки Американская армия сделала ему заказ на производство управляемой машиной вертикального взлета И Батезат такую машину создал Она смогла подняться на высоту в 5 метров и пробыла в воздухе несколько минут В 1924 году аргентинец Рауль Пескара доказал, что идея вертолетов вовсе не бесперспективна И что подобные аппараты могут долго находиться в воздухе Инженер и механик пролетел на своей машине 736 метров Успех аргентинца широко освещался в прессе Стал известен далеко за пределами Южной Америки И дал толчок к развитию вертолетостроения Уже через пару месяцев француз Этьен Эмишен пробыл в воздухе 7 с лишним минут Пролетев за это время по кругу 1100 метров В 1930 году группа итальянских изобретателей сконструировала вертолет Который пролетел то же расстояние, но уже по прямой В нашей стране первый полет был совершен в 1932 году Алексеем Черемухиным На вертолете 1 Эа Он поднялся в воздух на 600 метров Прошло еще 3 года и Луи Береге создал сверхбыстрый По тем временам, да, аппарат был сверхскоростным Он первым преодолел рубеж 100 км в час И утер нос многим скептикам И с того времени все больше людей стало видеть То, что вертолет займет все-таки свою нишу И в 1930 году военные тем же инженером, механиком Заказывают разработку вертолета для армии Вот такая получилась у нас история о вертолетах Оцените это видео, поставьте лайк, дизлайк Напишите комментарий Это был проект про историю на канале Вселенная Beautiful World Меня зовут Евгений До новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...